ну что друзья всех приветствую сегодня будет новое сравнение и меня просили сделать обзор на город нижний новгород также меня мои подписчики из литвы просили посмотреть город вильнюс столицу литвы поскольку эти два города являются побратимами то я подумал будет очень интересно сравнить эти два города посмотреть какие-то схожие или наоборот расхожие черты здесь находится у нас город вильнюс на юго-востоке литвы значит вильнюс столица и крупнейший город литвы образует муниципальное образование вильнюсское городское самоуправление площадь 401 квадратный километр население здесь 622 тысячи ну а вот здесь находится нижний новгород город центральной россии административный центр приводского федерального округа и нижегородской области ну и площадь 460 квадратных километров ну и давайте начнем осматривать крупные улицы нижнего новгорода и проделаем то же самое с литовским городом ну вот на такую крупную достаточно улицу мы вышли в нижнем новгороде что мы видим трамвайные пути здесь какой-то въезд на завод здесь припаркованном так вот автомобиль таким образом ну и как я понимаю восьми полосное движение возможно три в одну сторону 4 в другую здесь по всей видимости какая-то проходит промзона возле дороги поэтому мы сейчас еще сместимся поближе к центру города то мы видим значит бордюры общем-то неплохие газоны относительно нормальные есть вот такие вот дырки по над дорогами только стоит свернуть и уже мы видим какой-то хаос само дорожное покрытие в принципе не такое уж и плохое но есть дырки конечно в нижнем новгороде насколько мне известно с дорогами полная беда и есть знаменитое видео где на мосту кто-то показывает что яма огромнейшие и машины вынуждены просто снижать скорость и объезжать их я надеюсь мы на это не нацкнемся чтобы хоть как-то себе поднять настроение хорошими видами ну вот с трамвайными путями мы видим такие дырки ну и снова вот это вот пыль и какие-то хрущевки но кстати здесь хотя бы фасады отделаны более-менее что хоть какой-то порядок их привели пройдем отсюда чуть выше вот сюда октябрь 2016 виды уже немножко получше плюс погода получше поэтому немножко приятнее смотреть будет тоже крупная дорога дорожное покрытие не совсем плохое есть вот такие вот ограждения на поворотах чтобы всякие пьяные дурачки не улетали в пешеходов это тоже конечно хорошо здесь клумбы ухоженные ну на фоне конечно такие вот старые многоэтажки они особо вида не придают внешнему виду города на обочине много грязи пыли но бордюр впрочем не самого худшего качества в этом городе присутствует метро что тоже стоит отметить двигаемся мы вот сюда но видим на обочине конечно виды не совсем такие уж приятные вот здесь тоже видим бордюр это лужи ну вот посмотрите есть и вот такие вот виды тоже приятно посмотреть здесь есть тротуар такая тропинка асфальтированная как я понимаю и есть урны что тоже немаловажно стоит отметить что на неплохом уровне сделаны остановки новенькие относительно новые здесь я могу ошибаться но по моему это автомат для кофе видим урны и телефонный аппарат но если немного пересечь вот эту зону и выйти на более такие узкие улицы то видим уже начинается какой-то рынок уличная торговля что тоже конечно совсем не приемлемо для такого огромного города посмотрите даже тряпки развесили на вот эти вот ограждения ну это вообще какой-то колхоз здесь я так понимаю это вентиляция метро претензий нет к внешнему виду но вот такие современные здания тоже присутствуют для города миллионника это очень характерно но как мне кажется должно быть их намного больше такого стиля зданий в таком большом городе о смотрите-ка а вот этот момент так точно мы наткнулись на тот момент есть один блогер он шуточной манере вы сменивает какие-то моменты нижнего нового города то есть он записывал видео я ссылку оставлю в описании кому интересно то он идет прям по этому тротуару говорит что на прохожей части поставили рынки народные и здесь на всю стену будет написано забавная надпись посмотрите в общем это видео я ссылочку оставлю в описании в общем вот такие вот виды мы имеем на проезжей части переходим крупным улицам вильнюса но вот такие вот виды мы видим с первого раза на улицах вильнюса как мне кажется разница конечно определенно есть видим вот такие вот высотки современные посмотрите красивый стиль это уже радует ну и дорожное покрытие почище может быть она такого же качества хотя мне кажется немножко получше но и также придорожные детали они тоже на другом уровне пострите здесь есть ровная брусчатка и есть вот такой вот бордюры тоже не самого лучшего качества но на порядок выше есть вот такие вот старенькие здания радуют только что это европейский тип и поэтому оно как-то свою под запущенность отрабатывает своим стилем здесь тоже тоже есть что-то старенькая но стиль совсем другой но бросается в глаза сразу чистота и ухоженность продуманность какая-то что касается газонов тоже посмотрите все выстрижено все аккуратно нет каких-то протоптанных земляных тропинок есть вот лавочки урны конечно там тоже мы в нижнем новгороде видели урны но здесь немножко все по-другому обустроена ну и также конечно же как во многих городах европы это велосипедная дорожка куда же без нее ну и сместились мы ближе к окраине видимо уже немножко под запущенный газон но не везде есть тоже на обочине такой неровный асфальт но сама дорога качество в пределах нормы то есть здесь брусчатка есть бордюр не самой первой свежести но тем не менее выглядит поаккуратней газон неплохой здесь видим по современнее уже здания идут и хочу еще обратить внимание что не так уж много рекламы как например в нижнем новгороде да она тоже есть здесь видим вот здесь еще баннер один видим но это не в таком количестве это тоже улучшает внешний вид города вот смотрите вот такой вот круг ухоженный как мне кажется в нижнем новгороде мы с трудом такое найдем но тоже можно найти вот такие более старые многоэтажки тоже и не без них но учитывая остальной вид мы понимаем с каким уровнем мы сталкиваемся и посмотрите сколько уличного освещения и что еще интересно несмотря на такое количество фонарных столбов мы не видим каких-то запутанных вот этих проводов которые постоянно в россии идут по верху здесь они как бы есть но не в таком большом количестве то есть это троллейбусы чтобы они проезжали как я понимаю это только троллейбус это тоже огромное замечание должно быть к внешнему виду города так давайте перед тем как перейти к частному сектору давайте перейдем к видам на этажных дворов что тоже немаловажно меня часто это просят делать и я с этим согласен август 2015 вот такие виды вот дворе многоэтажного дома в нижнем новгороде в одном из дворов я не брал какую-то окраину я взял что-то между ну что здесь можно сказать ну конечно насчет фасадов здесь без комментариев на местами есть и неплохие такие фасады посмотрите вот например но снова вот эти уродливые балконы свищащими носками вонючими коврами дорожное покрытие конечно здесь никуда не годится сплошные ямы куски какие-то бордюра торчат что касается например игровой площадки но в целом на троечку до кое-как есть какая-то песочница но здесь какие-то турники непонятно с каких времен покрытия дорожного тоже нету обычно для детей делают резиновые пластины чтобы если ребенок упал ничего себе не повредил либо это просто должен быть газон здесь просто земля но это конечно возможно лучше чем асфальт но с другой стороны после дождя это превращается в просто в какое-то болото и невозможно будет играть вот здесь смотрите паркуют прямо на газонах на остатках газонов остатки каких-то лавочек с парковками в общем тоже все туго что касается палисадников подъездов но виды тоже конечно не самые лучшие перейдем в другую сторону нижнего новгорода это же поищем двор но здесь ребята конечно без комментариев абсолютно совсем не ясно что здесь происходит посмотрите люди уже даже не боятся парковаться вот в такую грязь хотя здесь вообще не ясно как можно такое допускать вообще наличие таких мест но фасады это тоже конечно без комментариев какая-то труба идет то ли отопительная то ли газовая какие-то сараи возможно уже давно заброшенные я удивлюсь что и ими еще кто-то пользуется ну и насчет гаража это тоже то еще зрелище есть вроде бы частями асфальт но тем не менее толку от него нет вот посмотрите поскольку парковаться приходится вот в таких местах ну вот видим отдельно уже идет газовая труба значит то была такая теплотрасса небольшая подъезды тоже посмотрите какие козырьки мусор здесь находим даже нам еще везет что мы не натыкаемся на тот мусор который преобладает нижнем новгороде это очень хорошо возможно даже как-то администрацию города предупреждают что вот проедет машина устройте субботник и мы после этого проедем поскольку вот я сколько замечал что количество мусора на снимках на картах и в реальности то что снимают люди это совсем другая картина но это что я например могу увидеть но здесь тоже страшные трубы непонятно почему их как-то не спрятали то есть это все снаружи находится тоже парковка на какой-то почве непонятной здесь тоже к не видим такие вот видны но здесь вообще не я единственный плюс наверно это то что какое-никакое есть еще дорожное покрытие местами но с парковками беда с фасадами беда со всем внешним видом беда я даже сомневаюсь что здесь есть какая-то игровая площадка детская переходим к дворам вильнюса литва здесь видимо мы на какой-то такой элитный даже двор попали мы постараемся поискать еще более бедные такие виды ну смотрите что мы видим но здесь какой-то видимо новенький такой район посреди везде брусчатка есть ливневки припаркованные аккуратно чистые автомобили поскольку грязи видимо здесь негде взяться усажено все газон здесь мусорные баки мы видим вдалеке и европейские фасады современные смотрите нет никаких застекленных балкона забитыми какими-нибудь там не знаю лыжами санками какими-то старыми бамперами от автомобиля своего посмотрите как все предусмотрено на бордюре все четко аккуратно и везде аккуратные газоны ну то есть это любоваться можно бесконечно давайте поищем что-то попроще спустимся ниже ну вот мы находим до более такой бедный двор поскольку я примерно гулял раньше по вильнюсу по картам и видел конечно что виды есть и иные но уже видим наличие каких-то тротуаров газона тоже старые турнички тоже это конечно минус тоже местами есть какие-то под затоптанные места но посмотрите машины автомобиля припаркованы на асфальтированной дороге то есть есть места под паркинг тоже старенькие такие многоэтажки но посмотрите балконы не захламлены а даже уставлены цветами видите даже клумбы есть тоже прошу обратить внимание то есть какие более приятные виды вы сами видели что какие гнилые балконы мы видели на дворах нижнего новгорода вы давайте даже сравним двор вильнюса двор нижнего новгорода здесь еще хотя бы я не наткнулся где были вот эти вот старенькие гнилые балконы деревянные вот смотрите еще раз двор нижнего новгорода и двор вильнюса не самого лучшего качества как мы уже видели то есть разница действительно очевидна но переходим напоследок какому нибудь частному сектору ближе к центру о ребят ну тут вообще мы наткнулись на что-то ужасно уже и мусор какой-то стройматериал это конечно смотреть даже страшно единственный наверное здесь плюс это сразу же можно сказать сходу потому что все очень плохо это то что есть асфальтированная дорожка и то в одном месте без тротуаров без каких-то бордюр во всем остальном это и мусор этой заросли этой фасады хоть конечно не у всех плохие дома но тем не менее ну и по стандарту трехметровые заборы хорошо давайте тогда немножко переключимся на другой вид поскольку ну будет как-то несправедливо возможно я наткнулся на что-то такое ужасное перейдем даже давайте в другой район чтобы как-то было более объективно ну и вот такого частный сектор вот есть красивые домики здесь конечно скорее всего зажиточные люди какие-то живут как нам показывает практика но здесь смотрите еще не самый худший район смотрите вот здесь красиво абсолютно нет претензий вот хороший газон вот так вот должен каждый житель россии жить я даже понимаю что здесь далеко не простой работяга живет буквально мы 30 метров отходим и уже видим вот такие вот виды и мусор и заросли здесь даже как-то асфальтированная дорожка не выручает поскольку она тоже сделана постольку поскольку но здесь вообще какой-то ужас творится хорошо вернемся немножко назад ну вот такие вот виды здесь каш комментировать нечего единственное что есть конечно красиво вот заборы и фасады вот смотрите вот этот забор абсолютно нет претензий вот абсолютно нету вот такие заборы я считаю должны быть во всей россии прозрачные пусть даже двухметровые но они прозрачные и какой-никакой фасад не такой уж роскошный но выглядит неплохо ведь обшивают сайдингом как было как стало хотя бы так перейдем на еще один район частного сектора да она тоже как бы дорога есть но в остальном это огромнейший минус вы посмотрите есть каш красивые дома но тоже далеко не бедные люди здесь живут снова с этими высокими заборами но уже не такими уж плохими конечно частные дома вид не самый худший чем в остальной россии мы видели посмотрите не газонов ну тротуары есть конечно но вот такие вот тоже виды ну давайте переходим частному сектору вильнюса северную часть сначала выберем но такие вот виды нам открываются конечно дорога тоже не самого лучшего качества местами даже хуже чем в нижнем новгороде в частном секторе но посмотрите дорога пошире есть фасады есть заборы и нет каких-то запущенных растений здесь что-то отдаленно но здесь как-то и нет какого-то участка то есть видите здесь трава не так уж сильно разрослась здесь газон подстрижены прозрачные заборы приятные фасады ну картина точно отличается и вот такие мусорники стоят приятные можем посмотреть частный сектор города вильнюс и и частный сектор города нижнем новгород это я еще не не самый худший выбрал здесь есть такие вот приятные еще фасады но посмотрите сколько запущенных растений дорожка так как какая-то узкая без возможности пройти пешехода перейдем на еще один район частного сектора противоположный конец ну и вот на такие виды мы натыкаемся тоже посмотрите есть фасады есть красивые дворы с заборами но из минусов конечно что тротуар подзапущенный видите есть плитка здесь а здесь уже ее нету но тем не менее хотя бы есть тротуар дорожное покрытие тоже впрочем не самое лучшее не самое худшее такая узкая какая-то улица но посмотрите все дворы ухоженные все выстрижены идеально с таким вот забором проглядным тоже есть гаражи напоминающие россию какие-то страны бывшего ссср даже тоже есть такая теплица что-то по-русски напоминающая но тоже вот вроде бы не богатый двор но выглядит все презентабельно видите старый шифер такой советский какой-то заборчик вроде бы тоже такой даже не крашеный есть даже вот такие вот тропинки запущенные но это мы находимся на окраине частного сектора этого города вот посмотрите здесь я думал вообще живет возможно какой-нибудь пенсионер у которого пенсия не такая уж и большая и страна по сути это не такая уж и богатая по сравнению с другими европейскими странами но тем не менее вот есть вот такие вот виды здесь кажется чуть под запущено это тоже конечно минус но смотрите здесь все выстрижено несмотря на то что уже идет какая-то но полнейшая окраина куда-то в горы но тем не менее как-то вот подухожено все за исключением вот этого куска здесь тоже видите по над забором все красиво вот посмотрите на этот вид вот крыша такая фасады ничего такого роскошного богатого нету но смотрится то есть действительно впечатление как будто бы ты находишься на каком-то курорте недорогом но курорте тоже есть убитые дороги это тоже конечно же минус я думаю этому городу нужен ремонт дорог хотя июль 2012 возможно уже это все и переделали но в россии мы увидев даже 2015 года фотографии и 16 там до сих пор как были ямы так и остались здесь такой паркинг идет потому что здесь то ли школа то ли какое-то заведение ну такие зеленые кустики посмотрите тоже красиво выглядит тоже местами вот под запущенный участок травы но тоже в небольшом количестве ну и вот есть вот такие вот дворы тоже действительно это один в один обычный российский двор но посмотрите в каком это все количестве то есть претензий нет да вот здесь конечно и под запустили и люди бедно живут и и нет дорожки какой-то нормальный но хотя бы нет какого-то мусора и у этого небольшом количестве но видим да не все идеально но как бы все равно аккуратно все ну вот перейдем в соседний еще район посмотрим его тоже видим хоть и каких-то особых таких тротуаров нет но есть уже неплохое действительно неплохое дорожное покрытие посмотрите брусчатка то есть местами есть какой-то въезд во дворе тоже все неплохо так уж вот тоже такие крыши фасады не совсем роскошные но тоже выглядят неплохо ну и главное зелень посмотрите зелень аккуратно все выстрижено все ухожено ну вот такие заброшенные дворы есть тоже местами напоминает россию абсолютно нежный новгород чем-то но посмотрите по сторонам и тоже мы понимаем что картина ну совсем другая абсолютно другая и газоны и заборы и растительность и даже вот такие вот элементы интерьера ухоженные все есть со вкусом все сделано посмотрите треугольные такие крыши балконы с цветами но тоже обочина такая абсолютно российская но не везде вот такой газон есть выстриженный вот такой европейский фасад посмотрите с каким балкончиком ну и вот такой вот европейский фасад я думаю разница очевидна хоть она и не такая уж огромная если здесь мы находим запущенные дворы в небольшом количестве то в нижнем новгороде наоборот мы находим ухоженные дворы в небольшом количестве вот именно в этом и есть разница но на таком вот виде реки вилле в городе вильнюс мы закончим наше сравнение рассказывайте о моем канале друзьям и знакомым распространяйте мои видео в любых сетях в интернете также пишите в комментариях свои впечатления и свои советы ну и также не забывайте нажимать колокольчик чтобы не пропустить моих новых видео до скорого скоро увидимся